Ну а ты там по интернету-то посмотрела, чего они там? Куда запропастилась её комарчакская электричка, дачница Мария Лукьяновна пыталась узнать у дочери. Ответа в интернете женщины не нашли. Поэтому, простояв на станции больше часа, пенсионерка собралась домой. Следующий электропоезд по расписанию в полдень. А день теперь короткий, ничего не успеешь. Часто бывает. Я хочу вообще дачу или бросить, или продать только из-за этой железной дороги. Ну это в этом году вот как-то у них переремонтные работы, или что у них в этом году вот часто вот такая перерывы. И оттуда опаздывают в нашу сторону и наоборот. Разочарованных дачников сегодня утром было много. Пока стоит бабье лето, мичуринцы потянулись на дачи доделывать огородно-садовые дела. Электричку ждали к без четверти девять, но ожидание затянулось. Народ опоздал на работу, молодёжь. И всё, и вот на час электрички нету. Безобразие. А вы будете ждать, пока электрички не придёт? Ну конечно, сегодня день хороший, погода кончается у нас, у пенсионеров, у дачников. Красноярские железнодорожники говорят, из-за ремонта в западном направлении пришлось корректировать расписание поездов. Но сегодня утром случился форс-мажор, с ремонтом никак не связанный. Произошла техническая поломка локомотива, и в связи с этим, пока устраняли причину, движение поездов было временно ограничено. Электропоезда Красноярской железнодороги, в принципе, все ходят по расписанию, но бывают систематические задержки и сбои, которые связаны либо с проведением путевых работ, либо ещё с какими-то техническими особенностями. Утренняя электричка в Комарчагу всё-таки пришла с опозданием в час-десять минут. Заждавшиеся дачники мгновенно расселись по вагонам, и платформа в Белых Росах опустела. Клавдия Сельмахович, Дмитрий Бородай, Афонтова. Новости.